Как выбрать прибыльную нишу? Сегодня разберемся с этим вопросом. Поехали! Всем привет! Меня зовут Камиль Калимулин и мы с вами на канале EconHackers. Канал, который помогает предпринимателям продавать в интернете и добиваться результата. Тема сегодняшнего видео это как выбрать нишу, как выбрать то, что действительно будет работать. Очень часто обращаются ребята и в нашем сообществе и клиенты и спрашивают примерно такой вопрос. Камиль, ну вот вообще что порекомендуешь продавать? Какую нишу выбрать и как двигаться? Есть целое видео у нас на канале, вы можете посмотреть, как выбрать товар, например, который будет продавать, там есть разные подходы, можно там подсмотреть, можно там подсмотреть, тренды есть и различные другие подходы, как можно примерно понять, что люди захотят покупать чуть-чуть позже или вот прямо сейчас хотят покупать. Это мы посещаем отдельное видео, я сегодня расскажу немного про другое, именно как выбрать нишу, чтобы действительно эта ниша приносила серьезные деньги, то есть чтобы вы действительно гарантированно с высокой вероятностью хорошо зарабатывали, продавая в этой нише. Начать я хочу с определенной концепции, концепция, которая заключается в том, что такое вообще ниша. Вы знаете, я вчера смотрел в интернете, оказывается, определения ниши как таковой нету. Есть ниша, понятно, там отверстие в полу, например, где-то есть в архитектуре ниша, а в бизнесе ниша очень размыта. То есть кто-то говорит, что это пустой рынок, на котором можно торговать, кто-то говорит, что это не очень пустой рынок, рынок, на котором существует какая-то конкуренция и так далее. Я считаю, что ниша это то, где мы можем продавать, то есть то, где нам правильнее всего сейчас продавать. Ниша какая-то свободная, то есть очень такая интересная история для того, чтобы там можно было построить и компанию, и активно развиваться. Итак, давайте начнем с этой концепции. Первая тезис этой концепции, вот этих ниш, заключается в том, что на самом деле существует всего три рынка. Что такое рынок? Рынок это то, в чем боль нашего потребителя, это то, что люди хотят исправить, то есть где есть вот эта энергия потребления, то есть что я хочу, то есть вот хочу купить вот это, хочу такую услугу воспользоваться и так далее. На самом деле существует всего три большие потребности, три больших рынка, которые вообще существуют, какие у людей. Три рынка, я их назову. Первый рынок, это рынок здоровья, то есть я хочу быть здоров. Вот здоровье, внутреннее состояние, то есть вот здоровье, рынок первый. Второе, это рынок достатка и рынок денег, то есть я хочу быть богатым, хочу, чтобы все у меня вокруг окружало, да, то есть вот такой рынок, да, достатка денег. И третий рынок, это рынок отношений, рынок счастья, то есть я хочу быть счастливым, да, я хочу такие отношения, чтобы счастье окружало меня. Это вот третий рынок. Три таких рынка. На каждом из этих рынков существуют свои подрынки. Например, если мы говорим про рынок счастья, в нем есть такой подрынок. Это счастье в семейных отношениях. И на этом подрынке есть определенное решение, уже конкретная ниша. Например, чтобы мне быть счастливым в семейных отношениях, мне нужно выглядеть нормально, бриться, например. Есть рынок, вот ниша бритвенных станков и бритв, например, которая позволяет мне выглядеть нормально и, соответственно, таким образом выстраивать отношения в семье и быть счастливым. Поэтому, вот таким образом раскладывается любая ниша, которой вы потенциально можете заниматься, либо занимаетесь сейчас. У меня, ребят, всего два тезиса, связанных с тем, как выбрать ту нишу, которая действительно принесет денег. Тезисы не очень простые, я постараюсь их вот так детализировать. Первый тезис. Для того, чтобы что-то успешно продавать, нужно идти от клиента, то есть от его потребностей, клиента в первую очередь. И когда вы думаете о продаже в какой-то нише, обязательно разберите, какая конечная цель этого клиента. С помощью вашего продукта он хочет быть что? Счастливее, богаче, здоровее или что? В какой нише, в каком подрынке находится то, чем вы занимаетесь? Счастье в семье, заработок на работе или там, может быть, через какой-то другой доход, да? Или, может быть, там, не знаю, здоровье в спортзале или еще где-то, да? Вот. И обязательно посмотрите на те ниши, которые уже существуют, вот, исходя из этой точки зрения. Это первый, первый тезис, который я рекомендую тем, кто ищет нишу. Второй тезис, он гораздо сложнее. Тезис звучит так. Для того, чтобы продавать больше, для того, чтобы зарабатывать, нужно создать свою нишу. Я повторю, это не очень простой тезис. Для того, чтобы много зарабатывать, нужно создать свою нишу. Что значит создать свою нишу, да? Ну, существуют вот эти ниши, да, существуют какие-то потребности, рынки, подрынки, да? Что значит создать свою нишу? Это значит, что мы должны определенным новым образом решить какую-то старую проблему клиента, да? То есть, если есть какая-то проблема на рынке, например, рынок отношений, например, рынок мужской стрижки. То есть, решение на рынке до того, как появились барбершопы было такое. Ну, обычная парикмахерская, либо дома сам с бритвой. Ребята создали новую, по сути, такую новую нишу. Это парикмахерская для мужчин. Были мужские залы, да, но это совершенно новая концепция. Это не улучшенная старая какая-то история. Это не какие-то залы внутри парикмахерских, но более прокаченные. Это отдельное предложение на рынке, отдельная ниша. И понятно, что эта ниша, она достаточно прибыльная, особенно в начале. Соответственно, если вы хотите сделать что-то именно в онлайн-продажах, в продажах существенное, думайте всегда о том, как создать новую нишу. Это непросто, я понимаю, да. И, возможно, вам покажутся многие тезисы спорными. Но я убежден, что все, что продается успешно, все, что зарабатывает много денег, это все новые созданные ниши. Возьмите айфон, да. До того, как появился айфон, было куча разных ниш, да, которые удовлетворяли потребность в общении, в интернете и так далее. Но айфон сказал, что, ребята, это новая история, да. То есть теперь это история, которая позволяет вам по-новому, да, с новым опытом использовать и решать те задачи, которые вы привыкли решать. Теперь вы это делаете просто пальцем. Это простой тезис. Это делается пальцем, да. И эта простая с виду идея создала новую нишу, новый продукт и, соответственно, создала гигантскую компанию, которая сейчас является Apple. Я всем вам желаю создать свою нишу, вот, зарабатывать огромные деньги, вот. Со своей стороны хочу пригласить на вас на мастер-класс, где мы рассказываем, как выстраиваются продажи. Приходите, изучайте эту информацию, обязательно комментируйте под видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Каждую неделю минимум одно видео мы будем выкладывать, связанное с интернет-продажами. Это очень интересно, очень познавательно. У вас очень много клиентов, кейсов, поэтому все эти вещи будут очень полезными. Еще раз подписывайтесь. Был рад сегодня с вами встретиться. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»